Канал Everybody Dance Now сегодня очень рад присутствовать на первом мероприятии Невского бал. Это ваш дебютный турнир, Невский бал. Мы разговариваем сейчас с Аленом Агановым и Виталией Головиным. Первое мы... да, скажем, добрый вечер, доброй ночи, доброй ночи. Мы сейчас присутствуем на их замечательной вечеринке, автопати после турнира. Вы можете видеть, какая прекрасная здесь атмосфера, все в очень красивых нарядных костюмах, настроение отличное. И мы хотим в такой непринужденной обстановке задать несколько вопросов вам по вашему турниру. Какие ваши эмоции по этому турниру? Как по организации, как все прошло, ваше настроение? Ну, эмоции только самые восхитительные, они сложные, они разные, потому что турнир действительно дебютный. И он проходит в отеле «Хилтон», который открылся в Санкт-Петербурге буквально позавчера, рано утром. Руководство перерезало ленточку, и мы вошли в него, собственно говоря. Конечно, мы готовили заранее мероприятие, но вот так мы подружились с руководством, что они, еще не открыв его, все подготовили для нас. По сути дела, мы первое мероприятие, которое открыл отель «Хилтон» в Санкт-Петербурге. Поздравляю вас с этим. Да, спасибо. Я думаю, что они сами очень счастливы, что у них получилось открыть свои мероприятия с таким замечательным событием. Ну, мы надеемся, что им понравилось, потому что нам понравился очень прекрасный зал, великолепный отель, и вкусная еда, все здорово, все отлично. Мне понравилось 25 число вечер, прекрасные пары, очень хороший состав, шикарный состав в любительском танцевании взрослых. Европейская программа, латиноамериканская программа, лучшие пары присутствовали на этом турнире. Также было первенство чемпионата Российского танцевального союза среди команд взрослые. У нас личное и интересное очень событие получилось. 26-го, да, безусловно, состав в группе Pro-M великолепный. Великолепный, очень рады, да. Очень хорошие эмоции, даже, ну, такое ощущение счастья, что ли, да, такое восторженного, когда вот это открытие, все довольны, все наслаждаются вот моментом. Всегда здорово, когда встречаются друзья, те люди, которые занимаются одним делом, им нравится им заниматься. Не всегда бывает время для того, чтобы пообщаться, повстречаться, какими-то обменяться новостями и эмоциями. Тут все сошлось, и мы счастливы. Да, и тот стиль, который был выбран, как раз-таки, вот, Гэтсби, как-то объединил всех. И добавил свое эмоциональное. Объединил танцоров, судей, все группы, как чувствовали, да. Молодцы, они так здорово откликнулись на эту идею, а с самого утра сегодня все были дамы и джентльмены выдержаны. Или этот стиль, это было здорово. Мне понравилось, не знаю, как зрителям, но мне понравилось. Мы сами присутствовали на этом мероприятии. Мы, собственно, и снимали это мероприятие, участвовали сами, как участники. Я могу сказать, что всем очень понравилось, и эта стилистика Гэтсби всем была очень близка, и всех любит этот фильм, и этот стиль был очень близок. Спасибо за это настроение. Спасибо большое. Знаете, еще вопрос, у вас же группа организаторов. Вы, так понимаю, недавно стали вместе организовывать мероприятия. Почему недавно? Мы уже 6 лет проводим кристалл-бол, 6 лет. 6 лет. Да, да, да. Это новое мероприятие наше, но наша команда работает давно. Замечательно. А скажите, вот в этом году у вас такая идея была креативно-интересно. С фильмом Гэтсби вы пригласили шоу наших чемпионов России, и замечательную пару, Кирилла с Полиной. Да. Мы забыли об этом. Мы не забыли. Это нельзя забыть, это незабываемо. Вот. И у нас были замечательные судейские бригады, приехали в это мероприятие. То есть они сюрпризы в этом году. Скажите, какое следующее мероприятие вы планируете? И откройте, может быть, нам небольшие секретики. Да, вы знаете. Почему бы мы хотели бы все приехать и гласить больше? Ну, получается как? Традиционно мы проводим турнир Кристалл-бол раз в году. Традиционно в даты январские после UK. И всегда мы стараемся привезти что-то новое в этот турнир. Так или иначе обновляем что-то. Я точно знаю, что в январе этого года, нас 18-го года уже получается, всех ждет абсолютный сюрприз. Это абсолютная тайна. Я повторяю с этим словом. Интриги. Интриги, интриги, да. Нет, это не интриги, это такие небольшие сюрпризы, я бы сказала. Это касается шоу на этом мероприятии. Но я точно знаю, что мы очень рады всегда, когда подтверждают судейскую бригаду. Те легенды, те специалисты, которые приезжая повышают статус и уровень мероприятия. Потому что, конечно же, одно из составляющих, самое главное, когда танцоры получают оценку от людей, которые непосредственно прожили свою жизнь в танцах, добились каких-то высоток. Когда эти высоты очень большие, это вдвойне приятно. И на 18-й год, на январь месяц на Crystal Ball к нам подведился Маркус Хилтон. Он будет в судейской панели. Это из радостных событий, которые я смогу анонсировать. А еще один сюрприз, что касается шоу. Мы отключим чуть позже. Спасибо вам, мы заинтригованы. Очень надеемся все это увидеть. И знаете, еще есть интересный вопрос к вам, как организаторам. Ваши турниры, они необычные. У вас есть что-то интересное, и вы каким-то образом всегда находите что-то, что привнести, что-то новое. Скажите, как вы видите вообще развитие мероприятий и турниров. Вот что на сегодняшний день в России, Европе, в мире. Что бы хотелось бы улучшить, что бы хотелось бы поправить. Есть ли какие-то у вас мнения? Ну, вы знаете, очень сложно говорить и оценивать турниры и мероприятия других организаторов. Мы все дружим и в хороших отношениях. Мы уважаем труд каждого, поэтому сложно сказать о том, что бы там хотелось, что там у вас что-то не так. Мне кажется, все мероприятия имеют свое лицо, свой стиль, свою какую-то радость, нецу для танцоров, для участников. Поэтому в чем развитие? В развитии, мне кажется, всегда только в улучшении качества, но во всем. Во всем. Улучшение, если мы в этой сфере, в этой индустрии, это наш танец, улучшение развития танца, улучшение условий для танцоров, улучшение судейской линейки. В общем, всегда только в развитии, мне кажется. Замечательно. Спасибо вам большое за ваши замечательные ответы. Еще раз. А еще один секрет я хочу, конечно же, открыть. Вы не зря спросили нас про команду организаторов. Действительно, это одно из важных составляющих пунктов, когда люди близки душой друг к другу. Тогда что-то получается легко, интересно, со вкусом, может быть, с какой-то теплотой и любовью. Мы очень любим Женю и Полину и надеемся, что это взаимно нас с ними. Чувства. Поэтому, мне кажется, что поэтому так происходит все. Вы знаете, возник еще один вопрос вот сейчас сразу. Да? А как вы с ребятами познакомились, задружились? Как вы начали вместе работать, делать мероприятия? Знаете, это очень долгая история, если уходить в экспорт наших отношений. С Женей мы познакомились, ему было еще очень мало лет, он танцевал по юниорам. По ювеналам. Или по ювеналам даже. Ювеналы и юниоры, да. Да. Это очень давняя история. Сначала мы дружили с его мамой, потом мы стали общаться с Женей, потом мы стали общаться с Малиной. По сути дела, на наших глазах произошло их знакомство и их зарождение отношений. В этот момент я как раз была... Секреты, секреты уже такие семейные. Об этом не надо говорить. Насколько секретиков семейных. Ну, в общем, это было очень давно и я скажу, что, наверное, с первого момента встречи, когда что-то возникает, это возникает в любых отношениях. Мы знакомы с Женей, получается, с 97-го года. А это уже 20 лет. Да. И вот как-то с каждым годом что-то происходит такое новое, интересное. Полинка появилась в нашей жизни чуть позже, но она появилась очень ярко. Она появилась в нашей жизни так, что родив дочь, мы называем ее в честь нее. И Полина крестная мама нашей дочери. Поэтому вот так вот все произошло. А сейчас мы дружим, мы коллеги. Ну, в общем, я надеюсь, что... Я надеюсь на то, что нам всем хватит здоровья, сил, здравомыслия для каких-то новых проектов, для чего-то интересного, то, что привлечет внимание и танцоров, и студий, и самое главное, зрителей. Потому что привлечь публику, привлечь аудиторию, заинтересовать его нашим жанром, наверное, это одно из важных пунктов в плане. Потому что наш мир очень узок, все мы близко общаемся, и наши родители приходят, наши друзья, да, как-то. В общем, он очень узкий наш мир. И вот привлечь из другой сферы людей, это, наверное, очень важно и интересно, потому что, когда они появляются на наших мероприятиях, в нашей жизни, когда так краем глаза, они, конечно, очень удивлены, им это очень нравится, потому что наш мир, он совсем другой, совсем другой. Как им кажется, он более красивый, какой-то более интересный, хотя это всегда тяжелый труд, наверное, в любой сфере, чтобы было хорошо, надо работать. Ну, вот и все, наверное. спасибо вам большое за ваши ответы. Поехали. Everybody dance now! Еее! Спасибо большое! Спасибо! Хорошего вечера! Все.